Сурья намаскара мантрани, мантры приветствия солнца. Ом сурьям, сундаралоканадхам, амртам, ведам, тасарам, щивам. Все это слова, эпитеты, все окончания, ам, 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 да, это все винительный падеж. Сурьям означает кого? Сурью, сундара прекрасного, локанадха, повелитель мира, локанадха, надха, господин. Сундара локанадха, прекрасный господин мира, сурью, прекрасного господа мира, амртам, в данном случае это не амрита, как напиток бессмертия, а просто прилагательное бессмертный, бессмертного, ведам, тасарам. Здесь сложно составное слово. Сара это сущность, сок, да, если это в плодах, а если применимо в переносном смысле означает сущность. Сущность чего? Ведамты, да, учение ведамты. Щивам, это тоже в данном случае не бог шива, а прилагательное благой. Получается, ом, сурью, прекрасного господа мира, бессмертного, сущность ведамты, благого. Дальше идут продолжения эпитета. Эпитет. Своям, это значит сам. Кто он сам? Читтам. Сознание. Читтам своям означает само сознание. Чего? Ло-кайка. Здесь санги. Ло-ка плюс эко. Получается ло-кайка. Эко читтам своям. Одно сознание само. Чего? Мира. Само единое сознание мира. Сурейшам. Сура плюс иша. Получается санги. Сурейша. Предводителя богов. Непорочного, да. Непорочного, незагрязненного. Предводителя богов. Само единое сознание мира. Брамма-маям. Брамма, это брахман. Абсолютное начало. Божественное, высшая реальность. Суффикс ма-ия с краткими а. Не путаем с ма-ия, с долгими а, что означает мировую иллюзию, женское начало. А суффикс ма-ия с краткими а, добавляемыми словами в конце, придает им значение наполненный. Значит, Брамма-маям, наполненный брахманом или полнота брахмана, можем сказать, джняном, знание. Ну, значит, однамек. Здесь все это эпитеты Сурейду. Значит, тот, кто есть само знание, полноты брахмана, предводителя богов, непорочного, само единое сознание мира. Далее, индра-адитья-нара-адхипам. Сложно-составное слово. Конечное слово, адхипа. Буквально, высший защитник. Па-защитник, адхи-приставка, означающая сверх-над. Тогда адхипа, высший защитник. Нара-людей, это человек. Тогда нара-адхипам, высшего защитника людей. А перед этим идут еще индра-адитья. Индра, это один из богов индуистского пантеона, бог-грамовержец. Адитья, и же с ним, это небесные боги группы Адитьев. Получается, тогда все словосочетание переводим. Индра-адхипа, высшего предводителя или высшего защитника людей и божеств, начиная с индры. Короче, сурагурум, наставника суров, то есть божеств. Трайлокия чудаманим. Чудамани, чудамани, это драгоценный камень, символизирующий в индуистской мифологии, ну, такой светочь сознания, зарения. И получается, светочь, как бы, ну, драгоценность трайлокия, трех миров. Драгоценный камень трех миров. Брамга, вишну, шива, сварупа, рыдаям. Рыдаям, это то же самое, что английское heart, русское сердце. Значит, сердце, сварупа, самой формы сущностной, брахмы, вишну и шивы. Такое словосочетание. Самой формы брахмы, вишну и шивы, то есть триады главных богов индуизма, сердце. Ванде, я кланяюсь, я чту, сада всегда бхасхарам, свет творящего. Такой это эпитет. Сурью, бога Сурью, солнце, прекрасного господа миров, бессмертного, сущность веданты, благого, вот, воплощающего собой знание полноты брахмана, предводителя богов, непорочного, само единое сознание мира, высшего защитника людей и богов, начиная с индры, учителя божеств, драгоценность трех миров, само сердце формы, брахмы, вишну и шивы, чту я всегда творящего свет. Это такая, как бы, прелюдия, такая индуистская молитва. А дальше идут 12 мантр, которые сопровождают, с ним произносятся 12 имен Сурьи. Обратите внимание, они предваряются ом, иногда с усилительной мантрой, вот такой тантрической, второй идет, которая меняется, гласная в корне, периодически. Она связана с шакти, женским началом, выражает пространственный континуум, который олицетворяет богиня Буанешвари в разных аспектах. Но здесь нам важны, как бы, имена Сурьи. Как бы, кончаются мантры на намах, то есть поклон, намас, намас, поклон, поклон, почтение. А вот, как раз, имена Сурьи идут в дательном падеже, Митрая. Значит, имя Митра в дательном падеже будет Митрая. Имя Рави, Митра, значит, друг. Рави, лучистый, в дательном падеже будет Равае. Он, Митрая, намах, другу поклон. Равае, намах, лучистому поклон. Сур, Яя, намах, солнцу поклон. Бхана, Вей, намах. И так далее. Все имена идут в дательном падеже. Очень часто они гуляют по сети или в распечатках с ошибками. Когда люди видят там, ну, кто переводили, они не понимают, почему в одном случае окончание Ява тут, а в другом Е. Им кажется, что, наверное, а вдруг тут опечатка, вдруг тут тоже надо поставить Равае Я, да? Или, так сказать, как-то, или после Пушне добавить Пушне Я. И добавляют. И получаются такие ошибки. Но они как бы не учат. И тогда получается санскрит коверканный. Примерно как «Моя твоя, понимай, замечательно, вай-вай». Здесь, на всякий случай, привел в адекватном грамматическом написании и с теми падежными окончаниями, которые этим именам Митра, Рави, Сурья, Бхану, Кага, Пушан, Иранья Гарба, Маричи, Адитья, Савитар, Арка и Маскара соответствуют. Субтитры создавал DimaTorzok